Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. 58 новых автомобилей получат районы и советы ветеранов. Обновить спортмашин поручил губернатор. Танцы, йога, компьютерные курсы и 10 тысяч шагов к здоровью. Программа «Активное долголетие» в Сочи набирает обороты. Три сочинских ТОСа стали победителями зонального конкурса. Они получат гранты на благоустройство районов. Дерево в честь Гагаринского позывного. В центре Сочи появился зеленый памятник первому космонавту. Новый генеральный план Краснодара будет готов к концу года. Об этом рассказали его разработчики, специалисты из Петербургского научно-исследовательского института. Изменения в градостроительный документ краевой столицы обсудили на совещании, которое провел Вениамин Кондратьев. Перед этим губернатор вместе с общественниками посетил зеленые зоны города. Они также должны быть зафиксированы в генплане. Наши краснодарские коллеги расскажут все в подробностях. Приятный вид на реку, как гарантия дорогих квадратных метров. Видимо, поэтому застройщики так активно борются за земельный участок на улице Парусной, который расположен в живописном месте на берегу Кубани. Сегодня сюда приехали краснодарские общественники вместе с губернатором. Неравнодушные жители переживают, что одна из компаний пытается получить разрешение на возведение здесь многоэтажек, несмотря на то, что территория находится в водоохранной зоне. Давайте исходить из того, что мы можем сделать сегодня. А схемы, они запущены и в 9-м, в 10-м, в 11-м, в 12-м годах, схемы запущены. Схемы для того, чтобы эти территории были максимально застроены так, как кто-то хочет, но не горожане. Вот в чем вопрос. И мы сегодня, конечно, должны воспрепятаться тем, кто хочет свои эти схемы, планы, в кавычках, реализовать. Но давайте делать то, чтобы, еще раз подчеркиваю, они реализовали свои замыслы. Те, кто сегодня максимально хочет добрать у горожан оставшиеся зеленые зоны. Вот возможность, где можно построить эти парки. Одним местом активисты, конечно, не ограничились. Главе региона и мэру Краснодара показали еще несколько болевых для жителей точек. Болгарский остров находится через реку напротив микрорайона гидростроителей. Для города с его бетонными джунглями это место может стать отличной зоной отдыха. Правда, неизвестные, по словам общественников, вырубают там деревья. Чтобы остановить уничтожение зеленой территории, Вениамин Кондратьев предложил придать ей особый статус. Это место и все места, которые, возможно, еще не застроенными, сделаем особо охраняемые природные территории. И пусть попытаются потом воевать. Когда эта особо охраняемая природная территория, я уверен, станет на защиту этой территории весь город. Но мы должны помочь горожанам юридически защитить их зеленые зоны. Помочь горожанам, еще раз подчеркиваю, юридически защитить все зеленые зоны. Парки, скверы, острова, прибрежные вот эти все сегодня массивы. Вот это стратегическая моя задача и ваша. Как пример того, что особый статус действительно отбивает желание вырубать и застраивать зеленые зоны, сквер пограничников. Охраняемой природной территорией местного значения он стал в 2016 году. Сегодня это одно из самых любимых мест отдыха горожан. Ну, хотелось бы, конечно, еще, чтобы в сквере были установлены новые скамеечки, мусорницы. И, конечно, хотелось бы, чтобы было больше цветущих газонов. Сквер благоустроят в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Мэр Краснодара показывает губернатору разработанный дизайн-проект. Здесь заменят тротуар, установят новые скамейки и построят детскую площадку. Объективно красивый монумент. Красивый монумент. Сквер явно комфортный. Но есть нюансы. Где появляется красота, там появляются вот эти так называемые лоточники, понимаете, которые явно пытаются вклинить свои вот эти вот шашлычные, вы правильно говорите, или павильончики, для того, чтобы что-то там щипать. Ну, ребят, хватит. Другой уже сегодня Краснодар. Я уверен и должен стать другим. На данный момент в Краснодаре сформирована 101 зеленая зона. В этой работе местным властям активно помогают сами жители. После объезда по городу губернатор, мэр и общественники сели за стол переговоров. Такие встречи стали регулярными. Одна из самых дискуссионных тем – озеленение. Не только краевой столицы, но и по всему региону. По особо охраняемой природной территории. В целом касается всего края. Готовьте все необходимые обследования и документы, которые необходимы для того, чтобы было поставление губернатора о создании особо охраняемых природных территорий. И лучше я подпишу и наложу ограничения. Границы особо охраняемой природной территории. Но границы должны появиться только в интересах жителей. И Туапсинского района, неважно. Краснодара возникнет в интересах. То, что я сохраню территорию для этих городов и для всего края. При этом учитывать необходимо не только мнение различных экспертов, но и самих жителей, которые явно не пожелают родному городу плохого. Мы разработали концепцию водно-зеленого каркаса города, способного регулировать микроклимат города в том числе. И нам бы хотелось, чтобы это не просто закрепленные зеленые зоны, перспективные зоны, а все-таки это было сделано с точки зрения регулирования микроклимата. Вы знаете, что в Краснодаре, к сожалению, массовая застройка не дает возможность проветривания города. Все предложения по созданию комфортной городской среды должны быть закреплены в генеральном плане Краснодара. Его новая версия как раз разрабатывается. За проект взялись специалисты из Санкт-Петербурга. А зеленить город – одна из ключевых задач. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования недостаточно. Она составляет 2,6 метров квадратных на человека, при норме 16 метров квадратных на человека. Поэтому генеральный план будет нацелен на то, чтобы достичь нормативной обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в первую очередь, зелеными насаждениями. Теперь важно не затягивать со сроками разработки самого документа. Без генплана мы жизнь останавливаем строительную. Это тоже невозможно. Генплан – это строительная конституция. Мы не можем остановить жизнь. Поэтому нам нужны темпы. Исходя из принципа, как по зеленым зонам, надо быстро его принимать, но жестким, конкретным генпланом, который позволит нам уже развивать Краснодар. Развивать, но в тех рамках, в тех параметрах, которые обеспечат развитие современного комфортного города. Вот что нам сегодня нужно. Быстрее успеть заложить. Вот такой город. Эксперты из культурной столицы заверили, что для Южной работу над генеральным планом завершат к концу года. При этом за всеми изменениями можно следить онлайн на сайте генпланкраснодар.рф. Александр Иванченко, Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. 58 новых автомобилей получат районные советы ветеранов. Обновить парк машин поручил губернатор. Сегодня Вениамин Кондратьев провел заседание Краевого оргкомитета «Победа». На встрече говорили о дополнительной помощи ветеранам и подготовке к праздничным мероприятиям, которые пройдут 9 мая. Губернатор подчеркнул, что серьезную роль в сохранении памяти играют мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Очень важно бережно относиться к реставрации и восстановлению таких памятников. Коллеги, что еще касается реконструкции, мы сейчас порой и увлекаемся этой реконструкцией, а порой ветераны жалуются, что так реконструируем, что порой не узнать либо памятник, либо что-то с вечным огнем сделаем. Вот такая реконструкция не нужна. В первую очередь, когда начинаете реконструировать, вы спросите у ветеранов, у Совета ветеранов, насколько нужна реконструкция в том виде, в каком вы хотите ее сделать. Здесь и вот Славянский район. Начали реконструировать, разрушили памятник воинам-освободителям. До сих пор его нету. А что с этим памятником? Исходя из тех жалоб, которые сейчас обращение идут в мой адрес. Это в Хударе Прорвенске. Прорвенске Худар, да. Идет реконструкция памятника. Коллеги, а сколько она идет? В стадии замерзления, вот, часть работы уже выполнена на сегодняшний день. Закон отрогончено все работы 25 апреля. Главное, чтобы вы успели, и ветераны принесли цветы, да, и все. В этом хуторе все-таки к памятнику воинам-освободителям. Это самое главное. Памятники – это место поклонения, по вашему счету, не от праздника к празднику. А это гордость, еще с подчеркиваю, всего нашего народа. Естественно, нельзя забывать и о поддержке самих ветеранов. За 10 лет в Краснодарском крае деньги на улучшение жилищных условий получили почти 6 тысяч человек. Танцы, йога, компьютерные курсы – 10 тысяч шагов к здоровью. Программа «Активное долголетие» в Сочи набирает обороты. И теперь свой досуг пожилые сочинцы проводят в центре старшего поколения, филиалы которого открываются во всех районах курорта. Развитие нового движения глава города обсудил со своим заместителем по социальным вопросам. Старость в радость – теперь это девиз сочинцев старшего поколения. С поставленной перед собой задачей власти города справились. Сегодня у пожилых горожан масса возможностей, чтобы интересно проводить время. Ко всему прочему, свои двери распахнул центр старшего поколения, расположенный в бывшем кинотеатре «Стерео». Там – танцевальные вечера, хоровые пения, занятия прикладным искусством. А еще сочинцы серебряного возраста занимаются йогой, играют в шахматы, проходят курсы компьютерной грамотности. Еще один повод выйти из дома – это проект «10 тысяч шагов к здоровью». Маршруты для групповых прогулок разработаны во всех районах Сочи. Если говорить о нашей части активного долголетия, то, что делает администрация города, то, что называется проект мэра Сочи, это 200 мероприятий за первый квартал, 4 тысячи участников. И это очень активные люди. Каждый район имеет такое движение, и это движение идет только вперед. Я прошу, чтобы вы под личным своим контролем, буквально в смысле слова, очень здорово, очень хорошо, если бы у нас получилось. Сейчас у нас получилось то, что вместе с министром здравоохранения Краснодарского края мы начинаем создавать два центра реабилитации. Один центр реабилитации для детей с ДЦП, который будет располагаться у нас в бывшей станции переливания крови. И как только перинатальный центр начнет работать, мы на первом этаже старого роддома должны создать реабилитационный центр, который называется «Белый Рос». Да, потому что великолепно, это нужно, и одно, и другое все делается, есть и помещение. Теперь надо все это помочь нашим организаторам, значит, помочь, чтобы все насытить. Вот возьмите под особый контроль, и мне обязательно постоянно докладывайте, что у нас там получается, что не получается. Жить в городе здоровье нужно дольше, подчеркивает Анатолий Пахомов. Есть для этого и ресурсы, поэтому местным жителям нужно помочь сохранять активность. Для этих целей и работает программа «Активное долголетие». В основном ее участники – сочинцы от 60 лет. Тех же, кто еще не знает, что делать на пенсии, ежедневно ждут в районных библиотеках и домах культуры. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Три сочинских ТОСа стали победителями зонального конкурса. Теперь Советы самоуправления получат гранты, которые будут направлены на благоустройство районов. Причем, как потратить эти деньги, жители уже решили. Зональное совещание по работе ТОСов прошло в Геленджике. Активистам не только рассказали о перспективах развития самоуправления, но и научили, как правильно взаимодействовать с населением и государственными структурами. Вообще же, общественники собрались по приятному поводу. Подведены итоги зонального конкурса на лучшую организацию работы самоуправления. Сразу три сочинских ТОСа получили гранты на свои проекты. Третье место занял ТОС «Верхнениколаевская» Адлерского района. Выделенные 212 тысяч рублей пойдут на обустройство детской площадки. ТОС «Верхнениколаевская» – это, пожалуй, один из самых молодых ТОСов не только в Адлерском районе, но и в городе Сочи. Но и по возрасту самые молодые ребята. Молодые девчонки и ребята активные, желающие, чтобы их жизнь и их односельчан была более прекрасна, благоустроена. Именно они занимаются благоустройством территории. Был построен стадион, создана футбольная команда, ребята занимаются еще и музыкой. Второе место у ТОС «Лазаревская». Совет общественников уже наметил, как распределить выигранные 330 тысяч. Ну, уже предварительно, что там греха-то есть, мы предварительно уже наметили ряд мероприятий. Одно из них – это ремонт детских площадок, потому что, ну, депутаты совсем не успевают то, что нужно сегодня приводить в порядок. Ну и, очевидно, часть средств будет также направлена на озеленение. Первое место присудили ТОСу «Донской». Грант в 530 тысяч будет направлен на новый сквер в микрорайоне. Решение приняли жители. Мы провели опрос, надеясь на то, что все-таки мы займем первое место. И у нас получилось это, на что мы потратим эту сумму. И мы решили, что мы потратим на сквер. И у нас это получится. В целом, в Сочи сегодня работают 72 ТОСа и работают успешно. Их активно поддерживают власти города. Советы курортного самоуправления ежегодно входят в число победителей краевых и зональных конкурсов. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Начать день с чистоты. Такой шанс есть у всех сочинцев завтра. 13 апреля состоится всекубанский субботник. Он завершает месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка, который традиционно проводится весной. Предварительную работу уже провели ТОСы и сотрудники администрации города и районов. В Адлерском районе были ликвидированы две стихийные свалки. Отремонтированы и окрашены ограждения. Очищена система ливнестоков. В Хостинском покрашены лавочки. В парке имени Фрунзе благоустроены контейнерные площадки. Продолжается работа по расчистке зеленых зон. В Лазаревском заасфальтированы участки дороги по улице Партизанская и переулку Почтовому. Кранированы деревья. Завтра внести свою лепту в общее дело могут остальные сочинцы. Очистить от мусора придомовые территории, высадить цветы, покрасить лавки и заборы. Также власти курорта просят местных жителей уделить внимание местам захоронения своих близких. Впереди Пасха и на городских кладбищах также необходимо навести порядок. В Сочи завершается отопительный сезон. В городе установилась теплая погода. Температура воздуха уже несколько дней превышает отопительные нормативы. Поэтому сегодня, 12 апреля, на три дня раньше запланированного срока в городе началось поэтапное отключение отопления в домах. Теплоснабжающие организации начнут плановый ремонт котельных и сетей. Так, с 15 апреля работы начнутся на котельных номер 17, 19А и 29А. Подробное расписание отключений горячего водоснабжения будет опубликовано на сайте МУП «Сочи Теплоэнерго». Продолжаем выпуск. В Сочи пройдут родительские собрания по профилактике употребления наркотиков. Тематические совещания с папами и мамами в ближайшее время проведут во всех школах города. Об этом договорились на заседании антинаркотической комиссии. В Сочи сегодня провели первое в этом году заседание комиссии по профилактике вредных зависимостей. На совещании озвучили безрадостную статистику за первый квартал. Зафиксировано 4 случая смерти от наркотиков в городе. Доставлено 5 несовершеннолетних в лечебные заведения различного города с различными признаками этиологии отравления неустановленным веществом. И, в общем-то, рассмотрено комиссией по делам несовершеннолетних 27 случаев правонарушения, связанных с потреблением несовершеннолетних, алкоголя, прежде всего, конечно, но и есть случаи наркотиков. На заседании комиссии обсуждали меры по профилактике вредных зависимостей в молодежной среде. Работа по оздоровлению наркообстановки должна быть системной, подчеркнули на совещании. В городе продолжатся акции. Например, сообщи, где торгуют смертью. К работе подключатся и волонтеры. Кроме того, во всех школах пройдут тематические родительские собрания по профилактике употребления наркотиков. Как показывает практика, беда приходит и в благополучные семьи. Но в основном, согласно статистике, в зоне риска семьи с небольшим заработком, а также неполные семьи, где детей воспитывает одна мать. Дети и подростки. Какая в интернете для них существует угроза? Ответ на этот вопрос дали сегодня эксперты по кибербезопасности. Интернет таит в себе угрозу, в частности для детей и подростков. Казалось бы, все это знают, но как обезопасить себя и своих детей от киберпреступности, мало кто задумывается. В итоге школьники попадают под влияние сетевых мошенников и совершают необдуманные, порой роковые поступки. Не так давно по стране прокатилась волна детских самоубийств. Виной всему маргинальные сообщества. Детям предлагают выполнять различные задания, а в конце концов объясняют, как уйти из жизни. Организаторов групп задержали, но где гарантия, что в интернете не появится другой злой лидер. Эта тема актуальна как для города Сочи, так в частности и для всей России. То есть важно обучать детей, важно давать им понимание, как общаться в сети интернет, как реагируют на те или иные угрозы, возникающие так или иначе в сети интернет. Эксперты рассказывают педагогам, как не стать жертвой мошенников, избежать вовлечения в незаконную деятельность, ограничить получение нежелательной информации. Все эти знания учителя обязательно должны донести до каждого ребенка. А еще побеседовать с родителями. Специально по этой теме в ближайшее время пройдет родительское собрание. Очень часто подростков и детей вовлекают в занятия незаконной деятельностью. Например, в распространении запрещенных гражданскому обороте вещественных предметов. Это наркотических средств, оружия, иных незаконных средств, ищих предметов. Также дети иногда вовлекаются в незаконную деятельность в кибергруппировке. И зачастую даже не знают об этом. По статистике, каждое пятое преступление в России происходит с использованием компьютерной информации либо с использованием компьютерной техники. Как не допустить вовлечения детей в незаконную деятельность, родителям поможет цифровое пособие. Его можно найти опять же в сети на сайте месяцбезопасности.рф. Елена Авсецина, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ. Сегодня день космонавтики. В честь этой даты на территории Музея истории Сочи посадили кедр. Почему именно саженец кедра и кому выпала такая честь, узнаем из следующего сюжета. Воспитанники отряда «Юный разведчик» курируют, которые общественная организация ветерана спецназа живут в Гагаринском микрорайоне. Им и выпала честь посадить саженец гималайского кедра и услышать историю, почему именно это дерево теперь будет расти на территории Музея истории города-курорта Сочи. При подготовке к полету в космос Юрия Гагарина в стране еще не было единого центра управления полетом. Его заменяли космонавты, врачи, специалисты, разъехавшиеся по всем крупным радиостанциям Союза. Так вот, позывной у Юрия Гагарина был кедр. Кедр считается символом величия и достоинства. Через несколько лет он станет украшением музейного сквера. В этом году Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Именно с таких людей и должны ребята брать пример, считают ветераны спецназа. Юрий Алексеевич Гагарин – это такая легендарная личность, что сравнить мало с кем можно. Необходимо знать, потому что они должны понимать и впитывать те примеры, на которых они растут, воспитываются. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Ребятам еще рассказали о том, что в Сочи первый космонавт Земли после полета был только два раза. Россия первая в мире прорвалась в космос. Тысячелетия человечеству мечтало о полете в космос. А вот свершилось, мы стали первыми русские. И первым космонавтом отлично мог бы стать и сочинский парень. А вот стал смоленский. Сегодня музейным работникам в День космонавтики вручили медали Гагарина от Ассоциации музеев космонавтики за то, что сотрудники Сочинского музея истории бережно хранят все, что связано с историей пребывания Юрия Гагарина в Сочи. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочи вновь примет матчи по регби. В эти выходные на Центральном стадионе пройдет первый тур в Федеральной регбийной лиге по регби. Семь среди женских команд. Это второй по рангу турнир в России после чемпионата страны. В нынешнем сезоне у женщин сразу семь дебютантов, в их числе сборная Краснодарского края. В целом в турнире примут участие 15 команд. Матчи группового этапа пройдут завтра и начнутся в 12 часов, а завершатся в 18.40. Плей-офф в воскресенье стартует в 10.00. Финальный матч назначен на 17 часов. Вход для зрителей свободный, но при себе надо иметь удостоверение личности. А еще сочинцев приглашают на матч звезд ночной хоккейной лиги города. Турнир среди сильнейших хоккеистов-любителей состоится завтра во дворце спорта «Большой». На Олимпийский лед выйдут сборные дивизионов 18 плюс и 40 плюс, чтобы выяснить, кто же победит – молодость или опыт. В рамках матча будет подведен итог сезона. Наградят лучших игроков, а победителям вручат путевки на майский фестиваль НХЛ. Начало матча в 13 часов. Вход свободный. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях. В группах новости Сочи ФКТ. В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...